Всем бы стало ясно, что я обманщик, так что все мои победы не стоят и выеденного яйца. Это не скилл, это богоюзерство. Приветствую всех, с вами Аарон Фриман. Это видео будет не совсем обычным, и возможно многим оно не понравится, но мне нужно рассказать вам кое-что очень важное, так что прошу всех досмотреть это видео до конца. Итак, вот то, что я так долго хранил в тайне. Я побеждаю в турнирах нечестно. Я думаю, многие из вас, хотя бы поверхностно, знакомы с постами Фрица, Лура или Саша Кинга на форуме. В них говорится о том, что я нечестный игрок, что я нашел и использую недоработки и баги игры, дабы получить преимущество над соперниками. И что если бы я этого не делал, а летал бы честно, то у меня бы не было ни единого шанса на победу. И это так. Мне надоело это скрывать, отнекиваться, оправдываться, скрывать свои повторы. Кстати, именно поэтому я их и не выкладываю, иначе бы все увидели, как дела обстоят на самом деле. Всем бы стало ясно, что я обманщик, так что все мои победы не стоят и выеденного яйца. Это не скилл, это богоюзерство. Итак, давайте я покажу вам, что конкретно я использую. Первое. Руль направления. Все мы его так или иначе задействуем во время полетов. Но мало кто знает, что если его использовать по аналогии с тем, как рыбы используют свой хвостовой плавник, можно резко набрать недостающую скорость и энергию. Например, когда вы вытягиваетесь за оппонентом наверх, вы начинаете активно работать своим плавничком, и за счет этого добираете недостающую энергию, и как итог, вы летаете выше противника. По аналогии, этот прием можно использовать в любой момент боя. У игроков, против которых был использован этот баг, создавалось постоянное ощущение моего преимущества по скорости. Что бы они ни делали. И не мудрено, ведь я использовал против них так называемую фишечку. Второе. Использование шасси во время полета. Данная фишечка является даже более эффективной, чем предыдущая. Суть в том, чтобы постоянно держать шасси в минимально выпущенном состоянии, таким образом, чтобы оно создавало наименьшее воздушное сопротивление. Путем тестов я выяснил, что даже при минимальном выпуске шасси, их вес перестает учитываться в летной модели самолета, что в свою очередь очень сильно влияет на ЛТХ самолета в лучшую сторону. Но так как шасси при его полном выпуске создает повышенное сопротивление воздуху, нужно постоянно держать его в чуть-чуть выпущенном состоянии, постоянно нажимая на кнопку выпуска шасси. Так мы получаем облегченный самолет без лишнего воздушного сопротивления. В этом случае у соперников складывается ощущение, что они летают с полным баком против самолета с минимальной загрузкой. О какой честной дуэли тут может идти речь? И третьим багом является особая комбинация триммеров, которая как будто волшебным образом меняет флайт модели. При выставлении триммеров руля высоты, руля направления и элеронов на 15, 3 и 23% соответственно, происходит полное изменение флайт модели любого самолета. Опять же, этот эффект схож с предыдущим багом, самолет просто начинает лучше лететь. У игроков, кто этот баг не использует, не остается никаких шансов. Вот такое получилось видеопризнание. Удачи вам, честных боев, и чуть не забыл, с первым апреля вас, ребят! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok